Привет всем подписчикам и случайным зрителям и в сегодняшнее видео в C++ мы будем реализовывать передвижение нашего персонажа и соответственно добавим нашему персонажу возможность прыжка, а также разберем одну важную ошибку, которая встречается довольно таки часто. И перед началом я хочу вас сагитировать, подписаться на канал, ну и в принципе можете открывать Visual Studio и запускать ваш проект. Итак, мы запустили наш проект и смотрите, если вы сейчас нажмете Local Windows Debugger и у вас выскочит вот такая вот ошибка, то давайте в принципе разберемся, что это за ошибка и как с ней работать. Дело в том, что когда вы что-то сделаете, поработаете в движке, что-нибудь там сделаете, накрутите, то вы конечно когда движок закрываете, либо он крашится, то движок оставляет за собой некоторые процессы. Соответственно, вот эти вот некоторые процессы, остаточные, они не дают как бы вот этому студии, да, скомпилировать проект нормальным образом. То есть как это все решается? Ctrl-Alt-Tочка. Дальше нажимаете Dispatcher задач и находите в Dispatcher задач все, что у вас связано с движком, с редактором и так далее. Закрываете эти процессы и у вас этой ошибки не будет, у вас проект нормально скомпилируется. Если вы все прописали как у меня, если у вас никаких проблем не найдено, вот он здесь об этом всем пишет, да, и это все поможет. Итак, что мы делаем сегодня? Как я и сказал, мы настраиваем управление и прыжок. И давайте запустим наш проект уже непосредственно в самом движке. Итак, вот этот проект, который мы создали, запуская игру. Вот, соответственно, персонаж, которого мы также добавили в Game Mode. Первое, с чего я бы хотел начать, это сделать, ну, небольшое приближение, да, потому что, ну, у нас персонаж, он очень как-то далеко стоит от камеры. Поэтому давайте я захожу в Blueprint. Так, если у вас это выскочило, закрывайте, не буду на этом сейчас останавливаться, ничего страшного, там это ни на что не влияет. Дальше я нажимаю на Sprint Arm, и где вот этот Target Arm, который мы прописывали в C++, я здесь ставлю 200. Компилирую, закрываю, запускаю. Ну, вот, в принципе, таким вот образом меня более-менее все это устраивает. Ну, опять же, давайте еще можем немножко поднять саму камеру. То есть, берем Sprint Arm, и давайте вот так вот чуть поднимем. Можно это, опять же, в плюсах сделать там, но не будем сейчас это все там делать. Так, заходим. Вот, в принципе, таким вот образом меня все устраивает. Дальше нам нужно сделать кнопки, то есть, на какие мы будем ходить и на какие мы будем прыгать. Соответственно, захожу в Edit, Project Settings, и, получается, захожу в Input. И да, после релиза пятой версии движка у нас эти Input и есть, но появилась такая еще штука, как расширенный Input. Да, то есть, это отдельная такая штука, там тоже можно писать, прописывать кнопки, там, прыжки и так далее. Но я буду делать по старинке, я буду делать вот через Action Mapping и Access Mapping. То есть, опять же, если хотите разобраться, как это все пишется через Enhanced Input Actions, то, пожалуйста, можете это все делать. Итак, давайте, нажимая сначала Action Mapping, нажимая сюда, дальше здесь я прописываю Jump, нажимая сюда, прописываю пробел. То есть, на пробел у нас будет прыжок, что, в принципе, логично. Все, это можем закрыть. Дальше теперь Access Mapping, непосредственно наше передвижение. Итак, что мы здесь делаем? Мы здесь прописываем Move Forward Backward, то есть, движение вперед и, соответственно, назад. И здесь прописываем W, соответственно, Scale у нас здесь остается 1, дальше нажимаем плюс. Здесь S, Scale ставим минус 1. Ну, то есть, это база, как бы, то, что я сейчас делаю, это, если вы работаете с движком, в принципе, должны понимать, что это такое. Дальше я нажимаю плюс, открывая новый, как бы, Access, да, и тут прописываю Move Right Left. Соответственно, давайте здесь D, здесь 1, нажимаем плюс, здесь A, здесь минус 1. Снова нажимаю Access Mapping, теперь нам нужно настроить нашу мышку, чтобы мышкой мы могли также крутить. Итак, первое, это у нас Turn, поворачивай, да, и здесь, я вот именно вот здесь уже нажимаю и прописываю. Mouse X, соответственно, Scale я оставляю здесь 1, да, все верно. И дальше я здесь добавляю еще один Access Mapping отдельный, и получается это у нас Look Up. Давайте, в принципе, Look Up и оставим. Ну, тут понятно, ну, ладно, давайте Look Up и Down, чтобы все было понятно. Так, и здесь, соответственно, у нас Mouse Y, да, то есть здесь у нас уже это все вверх-вниз, вот таким вот образом идет. Но здесь Scale ставим минус 1. Так, все, это окно пока не закрывайте, потому что, когда мы будем работать в плюсах, нам вот эти вот названия, их точные названия, они нам потребуются. Если вы хотя бы на одну букву где-то ошибетесь, то у вас передвижение работать не будет. Итак, возвращаюсь в C++, Visual Studio точнее, и делаем здесь следующее. Так, давайте вот это вот лишнее гейммод и всякое, вот это вот я позакрываю, оно мне сейчас в данный момент не требуется. Закрываю. Так, я перехожу в FIF, Catcher, Header File, и смотрите, что я здесь делаю. Я здесь прописываю Virtual, объясню, что это такое, Void, Setup, Player, Input, Component, Class, U, Input, Component. Делаю указатель, ставлю знак указателя, My Player, Input, и получаю здесь прописываю Override, и ставлю точку запятой. Давайте теперь разберемся, что это такое. Смотрите, дело в том, что у нас это вот FIF, Catcher, да, наш персонаж, это у нас Character. Character у нас наследуется, ну, так сказать, ближайший, да, его там, родственник, да, от которого он наследуется, это Павун. У Павна есть вот такой вот компонент, Setup, Player, Component. Поэтому, кстати говоря, мы здесь не прописываем отдельно, ну, там, отдельный этот Input и так далее. Хотя, если мы сейчас, получается, вот этого дела уберем, Main Character, то у нас здесь появится ошибка. Соответственно, мы просто вызываем компонент, который идет дефолтно к Павну, там, к Характеру и так далее. Вот он, этот самый компонент. И что такое Virtual? Virtual, это означает то, что мы вызываем, как бы, базовую родительскую логику, там, функцию, да, нашего, ну, класса, от которого мы наследуемся. Ну, соответственно, мы вызываем базовую логику вот этой вот функции, да, Setup, Player, Input, Component. Вот, соответственно, та функция, она у нас вводит, она у нас ничего не возвращает, да, она только там принимает значение. Ну, и, соответственно, мы вот таким вот образом просто обратились, в общем, с помощью слова Virtual, к базовой логике, от которой мы наследуемся. Прописали этот компонент обязательно, и дальше, смотрите, вот этот вот MyPlayerInput, это переменная, которая, ну, как бы, это переменная с типом указателя, да, то есть у нас здесь тип, это указатель, указатель именно на класс, UInputComponent. Что это такое? Объясню. Дело в том, что в создателе движка сделали отдельный класс, где прописаны всякие вот эти вот байдинги, да, там, где мы прописываем кнопки, эксисы и прочее, и прочее. Вот, соответственно, это вот отдельный класс, мы его как бы записали в MyPlayerInput, соответственно, да, то переменная теперь у нас отдельная, она у нас за собой тащит вот этот вот весь класс. И, соответственно, мы здесь прописываем override. Соответственно, что такое override? Это переопределение, опять же, это базовое программирование, да, соответственно, мы, ну, принцип OOP, да, объектно-ориентированного программирования. Соответственно, мы здесь перезаписываем базовую логику. Ну, как, не то, что даже перезаписывал, мы ее дополняем, да, то есть мы вот вызвали базовую логику с помощью virtual, и мы ее здесь как бы, ну, добавляем, да, будем добавлять. И если, в принципе, можем вот это вот убрать, ошибки не будет, но рекомендуется, что если вы вызываете базовую логику, указываете, да, что вы эту логику чем-либо дополняете с помощью override, вы, ну, перезаписываете, да. Все, с этим мы, в принципе, разобрались, идем дальше. Мне нужна функция, которая будет отвечать за движение вперед и назад. Прописываю void, move forward backward, и получается, здесь обязательно прописываем float value. Ну, потому что move forward backward у нас принимает, это функция value, да, то есть, когда мы там scale с вами ставили, помните, с кем минус один, там один и так далее, вот это вот это вот все дело оно и есть. Вот, но есть нюанс, обязательно, ну, на данном этапе можно, конечно, здесь написать другое название функции, да, но я рекомендую прописывать именно везде сейчас то, что касается управления, именно такие же названия, которые у нас используются здесь. Потому что на определенном этапе у нас здесь, ну, нужно будет, чтобы имя точно совпадало с тем, что у нас имеется здесь. Если вы, вы можете здесь другое название выбрать, но у вас будет потом очень большая путаница. Поэтому делайте имя имена одинаковыми. Так, дальше получается, вызываю теперь функцию void move right left, тоже float value. Так, дальше у нас еще есть прыжок, void jump, и дальше у нас есть void stop jump. Так, ну, и в принципе все, можем теперь непосредственно реализовывать логику. И смотрите, давайте начнем пока что вот с этого. Нажимаю здесь правой кнопкой мыши, нажимаю definition, то есть, делаю определение, захожу в cpp файл. Ну, и, соответственно, вот эта вот сама функция, она отвечает именно за bind, да, за привязку клавиш к какому-либо там, ну, к событию, да, например. Вот, то, что мы, в принципе, то, что я вам и объяснял. Итак, соответственно, что мы здесь прописываем? Вызываем my player input. Input, так как player input это у нас указатель, соответственно, мы помним через стрелку. Прописываем здесь bind axis. И здесь обязательно прописываем такое же название, как здесь. Я повторюсь, это обязательно. Будет какая-то ошибка, работать ничего не будет. Я прям возьму вот это вот дело и скопирую. Копирую это вот сюда. Дальше нажимаю запятую. И вот он мне подсвечивает, да, к какому объекту, вот user class, да, объект, к какому объекту необходимо, ну, вот этот вот bind, да, вот эти вот клавиши привязывать. Мы здесь пишем this, потому что мы хотим управлять нашим fifth catcher, да, нашим персонажем. Поэтому к нему мы все это и добавляем. Дальше мы делаем такую конструкцию, это как бы ссылка, и прописываем fifth catcher. Прописываем вот эту вот штуку. Сейчас объясню, что это такое. И здесь мы вызываем двоеточие, и получается два двоеточия, прошу прощения. И здесь мы прописываем move forward backward. То есть мы вызываем, получается, вот эту функцию. Все, отлично. То есть мы теперь обратились к нашему компоненту движения, привязку сделали, и ввели сюда input, указали, к какому объекту, каким объектом мы будем управлять это нашим персонажем. Мы указали this. И, соответственно, у нашего персонажа мы вызвали функцию forward backward, да, еще раз повторюсь. Так, здесь нужна точка запятой. Что вот это такое? Это ссылка. То есть, на самом деле, сейчас очень не хочу это все объяснять. Там, на самом деле, есть очень много нюансов вообще и с указателями, и с ссылками. Но если коротко, то мы с помощью вот этой вот штуки, мы берем адрес объекта. Да, то есть у нас наши объекты, они где-то хранятся там в оперативной памяти. Соответственно, мы вот это вот, с помощью вот этой штуки, мы берем адрес нашего объекта. Aphiv catcher. И, соответственно, вызываем у него вот это вот все дело. Мы, в принципе, можем это здесь и убрать, но, вероятнее всего, потом будут ошибки. И, в целом, по синтаксису, даже документация Unreal, да, вот на сайте, она рекомендует здесь вот указывать это как ссылка, да. Вот, поэтому отличие ссылок и указателей прочитайте в интернете. Там отличие, на самом деле, это по своей специфике что-то похожее, но на самом деле это разные вещи. То есть вот указатель, да, вот ссылка. Так, идем дальше. В принципе, я вот это вот Ctrl-D и это копирую. Здесь прописываю Move Right Left This. И здесь выбираю Move Right Left. И теперь давайте настраивать мышку. Соответственно, тоже я беру это дело, копирую Ctrl-D. Давайте чуть пониже это уберу. Так, и здесь получается у нас, первый у нас, по-моему, давайте я открою движок. Так, да, вот у нас Терн первый идет. Соответственно, я здесь прописываю Терн. Но здесь, смотрите, здесь нам нужно вызвать следующее. Нам нужно добавить здесь Add Controller Yao Input. То есть давайте попробую объяснить, что это такое. Дело в том, что наш персонаж, он чем-то управляется, да, каким-то контроллером. И, соответственно, мы здесь указываем, что мы с помощью вот этой вот мышки, да, вот этой Терн, то, что мы здесь прописали, мы как бы можем нашим персонажем управлять, ну, как бы вот влево, вправо, да, то есть мы можем крутиться. То есть мы в целом просто добавили возможность, что наш персонаж может управляться мышкой, да, вот, в принципе, если говорить коротко. Дальше, Ctrl-D. Здесь получается так у нас, как она там называется? Look Up-Down. Копирую. Вставляю это сюда. Но здесь нам уже нужны, как бы, нужен не Yao, а нам здесь уже нужен Pitch. Поэтому здесь Add Controller, Pitch Input. Опять же, почитайте, что такое Pitch, что такое Yao. И получается все, это у нас мышка. Все, теперь мы идем, значит, дальше. Дальше у нас еще есть прыжок, поэтому я здесь нажимаю Ctrl-D. Отношу это все чуть-чуть вниз. И смотрите, здесь в чем момент. Так как у нас здесь Bind Axis, да, мы делали, а сейчас нам нужно сделать Action. То есть прыжок это у нас Action. Поэтому я здесь прописываю Action. И здесь он у нас сейчас будет выводить, видите, ошибку. То есть, ну, во-первых, давайте, да, я здесь напишу Jump. Ошибка заключается в чем? Вот я сейчас навожу, ему нужны еще здесь аргументы, да, то есть ему еще нужен один аргумент. Как этот аргумент вообще найти? Смотрите. Мы заходим вот сюда, U Input Component, нажимаю здесь F12. И здесь в Input Component, я здесь нажимаю, ну, хочу сделать поиск. Ctrl-F. И получается здесь Action, да. И ищу здесь что-то связанное с тем, чтобы забиндить Action. Так, вот я нашел, долго искал, но тем не менее. Смотрите, здесь вот есть вот этот вот Bind Action, да. И тут обратите внимание, вот это вот название, да, то, что мы ввели Jump. И здесь он еще требует вот эту вот такую штуку, Input Event. То есть, это именно вот, ну, событие, да, которое происходит. И получается Key Event. Давайте мы это сейчас все дело пропишем. Я захожу снова сюда. И мы здесь прописываем. Вот такое вот делаю. Underscore, да, подчеркивание. И pressed. Ставлю запятую. То есть, любое событие, когда вы вызываете, то есть, помните блюпринты. Вы там какую-то кнопку нажали, да, поставили. И в блюпринтах вы, когда это событие, кнопки вызываете, у вас там что есть? У вас там есть pressed, есть released, да. Вот, соответственно, вот это вот дело, оно все и есть. И здесь мы, естественно, вызываем здесь Jump. Так, все, прыжок мы сделали. Теперь я нажимаю Ctrl D. И делаю здесь следующее. Вот это название мы оставляем. То есть, мы все равно обращаемся к тому же самому Input, да, который у нас здесь был. Но здесь, вместо pressed, я здесь прописываю релист. То есть, все, кнопка у нас, пробел, она у нас отпущена, да. И здесь я вызываю функцию Stop Jump. Вот, то есть еще Stop Jumping. Это, по-моему, то, что уже непосредственно с самим, как бы, движком, да, там, установлено. С самими разработчиками движка. Но у меня есть своя функция, я ее вот назвал Stop Jump. Вот, вот она, в принципе, здесь называется, да. Так, ну все, давайте теперь. Если у вас проект здесь открыт, да, если у вас здесь горит такой, как бы, в квадрате красный, вы его закрываете, и, в принципе, нажмем Local Windows Debugger. Так, у нас здесь есть какие-то ошибки. Давайте посмотрим. Нажимаю здесь No. Ошибка у меня вот в чем. Я вызвал здесь, как бы, вот этот вот Setup Layer Input Component, да, но я забыл здесь вызвать именно базовую реализацию, которая идет в родительском классе и во всех остальных классах, да, которые наследуются. Поэтому здесь необходимо сделать следующее. Получается, здесь прописываю Super, делаю вот это таким вот образом. Setup Player Input Component, My Player Input. Вот таким образом, ввел вот это вот название. То есть, вот этим вот Super, да, я вызвал базовую реализацию, да, вот этого вот Setup Player Input Component, который есть у нас в павне, там, в Character и так далее. Вот, ну и вызвали непосредственно название, да, наше вот это вот, давайте это закрою, ну, название вот этого нашего указателя, который в себе этот компонент содержит. Вот таким образом. То есть, Super, опять же, и двоеточие, это вызов базовой логики. Да, я тут пока исправлял, вспомнил, что на самом деле это еще не все. Нам там, на самом деле, еще предстоит много что сделать. Поэтому, смотрите, я захожу сейчас, создаю новую функцию. То есть, у нас же еще здесь несколько функций есть, и нам их нужно тоже, как бы, определить. Поэтому я здесь нажимаю правой кнопкой мыши, это делаю вот сюда. Правой кнопкой мыши, это делаю вот сюда, нажимаю. Все, заходим, и давайте теперь. Вот первая функция, которая у нас здесь есть, Move Forward Backward. Потому что здесь мы просто сделали биндинг, да, то есть привязали клавиши. Теперь нам нужно непосредственно саму логику движения прописать. Прописываю fVectorDirection, то есть переменная, которая, переменная с типом вектора, да. fRotation, так, давайте так, RotationMetrics. Сейчас объясню, что это такое. Вызываю наш контроллер. Контроллер, пальцы уже не к черту, много ошибок делаю. Так, getControlRotation, получается. Эту функцию мы вызываем, делаем такую, как бы, скобки. И вызываем здесь getScaledAxis, получается, да. И здесь открываем скобку, вызываем и нумерацию, да, eAxis. Вот он, двойная, как бы, вот эти открываем, да. И здесь нас интересует, нас интересует здесь по иксу. Все это дело закрываем. И дальше добавляем addMovement. AddMovementInput, по-моему, да, input. И сюда подаем наше значение direction. И получается value. Закрываем это дело. Так, и здесь я допустил ошибку. Здесь, на самом деле, немножко вот так, да, чтобы не было никаких ошибок. Все, давайте теперь объясню, что мы вообще сейчас сделали вот этим вот всем. Мы объявили переменную с типом vector, да, которых содержат в себе какие-либо координаты. Вы можете, если хотите, создать свою там переменную, в которую занести rotation, да, и так далее. То есть, поворот. Но есть такая вот штука, как fRotationMetrics. То есть, ну, давайте я попробую объяснить просто, что это такое. То есть, fRotationMetrics, это как бы конструктор, и он как бы следует за каким-либо иным объектом. То есть, отслеживает его поворот. Вот именно поэтому мы подаем в этот конструктор fRotationMetrics, мы получаем вот этот контроллер, передаем ему контроллер, который установлен для нашего игрока. И у этого контроллера мы вызываем getControlRotation. То есть, условно говоря, наш fRotationMetrics, он будет повторять контрол нашего поворота. Потому что поворотом персонажем управляет, ну, наш контроллер, да. Вот. Ну, соответственно, дальше мы у нашего вот этого вот fRotationMetrics, мы вызываем вот этот вот getScaled. То есть, scaled это именно какие координаты мы должны как бы получать у нашего вот этого контроллера. И здесь, соответственно, мы указали, что тип и нумерации это у нас x. И, получается, дальше мы добавляем функцию addMomentInput. Эта функция есть в character, да, в персонажа, там, в пауне. И, соответственно, передаем сюда вот этот вот direction. И получается значение, ну, вот это вот float, флотовское значение value, да. Вот, поэтому все, теперь вот это вот дело мы просто берем, копируем. И здесь единственное, что мы здесь меняем, по-моему, по-моему, да, y. Здесь у нас нужен, здесь нам нужен y, потому что это уже, как бы, если это вперед-назад, то это, соответственно, влево-вправо. То есть, нам здесь нужен y. Так, дальше, теперь мы реализуем вот эту функцию. Правой кнопкой мыши, definition. Что-то все я сейчас делаю, я в прошлом видео объяснял. Правой кнопкой мыши, снова тоже definition. И здесь, на самом деле, вообще абсолютно все просто. Так, дальше, получается, мы вот, наш вот этого джампа, мы здесь прописываем следующее. b pressed jump. И мы здесь прописываем true. Вообще, откуда мы взяли вот эту b pressed jump? Вы можете зайти в блюпринты, в персонаж, в блюпринт вашего персонажа и вывести jump. Там эта функция будет, потому что она уже, как бы, разработчиками движка, она уже, как бы, встроена. И поэтому у нас fifth catcher это character. Ну, соответственно, у него есть вот этот вот pressed jump, да, вот эта вот булевая переменная. И, соответственно, здесь b, получается, pressed jump равняется false. Ну, то есть, понятное дело, что мы вот этот jump, когда мы пробел нажимаем, он прыгает. Это правда. Если мы не нажимаем пробел, соответственно, точнее, отпустили пробел, соответственно, он не прыгает. Это false. Ну, давайте теперь пробуем запустить. Все, смотрим. Вот мы видим, да, наш персонаж ходит. Ну, единственное, что есть такой, как бы, неприятный момент, хотя в некоторых играх это, в принципе, нормально. То, что я вот мышкой могу управлять. То есть, дело в том, что у нас теперь, как бы, включена такая штука по умолчанию, да, что наш контроллер, наша мышка, она, ну, как бы, управляет нашим персонажем, да. То есть, управляет, я имею в виду, поворотом нашего персонажа. Мне, естественно, это не нужно. Поэтому я делаю здесь следующее. Давайте я это в проекте закрою. Мы заходим в fivcatcher.cpp. Вот где у нас здесь всякие камеры, да, устанавливались. То есть, мы это все сейчас будем прописывать в конструкторе. Spring arm. B. Use pound. Control rotation. И здесь мы ставим true. То есть, что мы сейчас сделали? У нас есть Spring arm, да, это наша камера, да, ну, которая, точнее, к этому Spring arm у нас крепится камера. И, соответственно, я здесь ставлю такую возможность, чтобы наша камера, она, как бы, она, как бы, использовала, вот, куда, получается, наш контроллер повернул. То есть, если контроллер, опять же, это тоже, в том числе и мышка. Соответственно, туда, значит, наш персонаж и может бежать, да. Вот, поэтому дальше идем. Здесь нам, получается, нужно вызвать камера. Ставим здесь указатель. И здесь нам необходимо B. Use pound. Control. Rotation. Поставить на false. Почему здесь false? Потому что у нас камера крепится к Spring arm. Spring arm, он уже, как бы, ну, использует, да, поворот нашего контроллера. А камера, ну, зачем нам это нужно? Потому что у нас, в принципе, камера крепится к Spring arm, да. Так, и теперь, соответственно, вызываем здесь следующее. B. B. Use control. Rotation. Получается здесь pitch. Ставим здесь false. Control-D дублирую. Здесь я ставлю yaw. Yaw. Здесь снова control-D копирую. Точнее, дублирую. И здесь ставлю, получается, roll. То есть это тоже в блюпринте персонажа. Эти все штуки, они тоже там есть. То есть там тоже галочки можно ставить. Ну и давайте теперь посмотрим, что мы сделали. Запускаем local windows debugger. Запускаем игру. И смотрим. То есть теперь мышка, она крутится. То есть мышка не управляет нашим персонажем. Потому что мы здесь прописали, что наш контроллер, он, ну, он не используется при повороте. То есть когда мы поворачиваем персонажа, то, ну, точнее, мышку даже поворачиваем. Контроллер это мышка в том числе. Мы поворачиваем мышку, и наш персонаж за этой мышкой, он как бы не идет, он не поворачивается. То есть вот это вот мы реализовали. Дальше заходим. То есть вот видите, камера у нас свободная. То есть я могу свободно, спокойно, в принципе, управляться. То есть если я, допустим, вот смотрите, я вот сейчас смотрю, вот у меня мышка здесь. Но я сейчас иду, допустим, в ту сторону. То есть я поворачиваю туда, как бы камера у меня смотрит в ту сторону, как даже не знаю, как это показать. Мы нажимаем W, он идет как бы назад. То есть если, смотрите, вы сейчас поставите здесь, получается, false, то там, смотрите, какая будет проблема. Вот я сейчас запускаю. Так, смотрите, вот я, как бы этого не видно сейчас, но у нас все равно, как бы у нас значения мышки, они меняются. То есть я мышкой чуть покрутил что-нибудь. Допустим, я сейчас нажимаю вперед. Он, видите, он идет куда-то там по диагонали. Еще мышкой сейчас покручу, нажимаю вперед, он идет куда-то вбок. Вот, поэтому то, что мы сейчас вот этого сделали, тут обязательно ставьте true. Если вы этого не сделаете, либо сделаете там как-то неправильно, то у вас там будут некоторые проблемы с управлением. Поэтому все, давайте сейчас захожу. Все, то есть вот как у нас теперь работает. Куда у нас, как бы наша камера повернута, да, контроллер наш вот в ту сторону. Я нажимаю, а он идет туда. То есть, все, нет никаких проблем с управлением. В принципе, а, ну да, у нас же еще пробел. Вот я нажимаю пробел. Пробел у нас тоже все отлично работает. На этом у меня все. В следующем видео мы с вами будем уже заниматься непосредственно анимацией. Мы будем анимировать бег. Ну и может быть и сделаем анимацию прыжка. Подписывайтесь на канал. Также не забывайте про бусти, про закрытый телеграм-чат. Все ссылки внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok